Агрепина Владимировна, приветствую вас! И номинация на национальную театральную премию «Золотая маска» у вас за роль Нины Заречной в спектакле Юрия Бутусова «Чайка». Вообще, слово «чайка», мне кажется, в вашей жизни какое-то очень счастливое. Да? Почему? Потому что целый букет красивых театральных премий, и, я думаю, море разливанное удовольствие от участия в «Чайке». Ну, вы правы, да, это истинная правда. А что в этой роли Нины Заречной для вас есть такого, что при фейерверке и талантливости в других ролях все-таки не привлекало такого пристального внимания и любви даже злобных критиков? Ой, я затрудняюсь ответить на этот вопрос однозначно, потому что она до сих пор, эта роль для меня открывается. И, конечно, я не то, что на нее не рассчитывала и не мечтала о ней. Я не мечтала о ней в начале своего творческого пути, совсем-совсем. Потому что вы сказали в начале нашей беседы, что слово «чайка» для меня такое знаковое. Когда я училась на курсе Марка Анатольевича Захарова, чью мастерскую я закончила... В России. Да. Дело в том, что он тогда приступал в Ленкоме к «Чайке» своей, тоже легендарной. И мы ее, как студенты, разминали этот материал, как бы трогали его. Ну, конечно, я переиграла там всех, кроме Нины. Вот. И здесь я тоже, пожалуй, наверное, ну, всех, включая Нину, перерепетировала. И очень долго я репетировала другую роль. Ну, это только дерзость, наглость и, ну, какое-то величие Юрия Бутусова. Вот. Я была уверена, что это, ну, мало того, что рискованный ход, что он не совсем верный. Я сопротивлялась сильно. А каково было произносить... Вообще есть три таких, наверное, самых знаменитых монолога на русской театральной сцене. Два принадлежат русским авторам. Один, это, наверное, все-таки Шекспир, да, «Туби, он от Туби», а также «От чего люди не летают, как птицы» и «Люди...» Львы, орлы и куропаты. Вот когда вы первый раз произносили эти слова уже на зрителя, я думаю, что это был прогон для папы-мам, вот что это за ощущение? Ой, я не знаю. Это был такой ужас вообще, первый прогон на зрителя, это был такой ужас, стресс, шок. Но мы до сих пор его испытываем, вот, потому что он все время, он еще рождается, спектакль. И поэтому, я не знаю, ну, конечно, восторга и страха, кошмары, катастрофы. А какие замечания делал Юрий Бутусов на репетиции? Или замечаний не было? Вот вы первый раз произносите. Какая стояла актерская задача? Очень интересно. Не помните? Уже нет? Нет, конкретно. Ну, то есть я помню ее по большому счету, но больше, конечно, у меня так приходит мою эмоциональную память, память моей эмоциональной впечатления. Но я очень хорошо помню, что когда мы первый раз встретились с Юрием Бутусовым, первый раз, я имею в виду, в этой работе, потому что это четвертая наша совместная с ним работа. Вы друг друга любите. Да, да. Это правда. Не отнять, не прибавить. И первый раз мы встретились, и я была уверена, что я буду играть другую роль. Аркадину? Да, конечно. Да. Я мечтала о ней. Мне казалось, что я готова, что я сейчас могу. Вы были впечатлены Чуриковой? Это безусловно, да. Но мне казалось, что я даже как-то жизненно, не то что пересекаюсь, но у меня сын того же возраста, что и Треплев, который тоже мучается, который тоже занимается творчеством. Тыщи новые формы. Тыщи, тысячи, да, новые формы. И мне очень хотелось. Поэтому, но на первой нашей встрече это была даже не репетиция. Мы просто соскучились друг по другу и просто вот увиделись. Хотя, ну, такое преддверие репетиционного периода. Как бы немножко так друг друга узнать заново через большой промежуток времени. И он меня на первой же репетиции попросил почитать этот монолог «Люди, Львы, Орлы и Куропад». Какая провокация. Это, наверное, и я абсолютно безответственен. То есть не успев испугаться. Не успев испугаться и никак не в голове это вообще у себя не замотивировав ничего. Потому что потом, длительный период времени, я действительно репетировала Аркадину. Уже даже после этого. Но у него это отложилось. И по всей видимости это было как-то убедительно для него. Наверное. Наверное. Ну, тут вся прелесть еще в том, я скажу это для тех, кто не видел еще спектакля, на свою беду и на свой грех. Там и Нину Заречную, и Аркадину играют несколько актеров, актрис. Так что, раз уж мы вспомнили «Рати Гитис» и курс Захарова, вот дипломный спектакль «Дульсинея Табоская». И этот спектакль видит Константин Аркадьевич Райкин. Каково было приглашение? В какой форме оно было? Он не видит спектакль, а мы, закончив четвертый курс, но получив добро и распоряжение нашего прекрасного мастера, остаемся на пятой. Как бы с режиссерами, играя свои дипломы, и всем это взаимовыгодно. Вот, все счастливы от этого, что мы не расстаемся, что мы продолжаем играть дипломы, но все-таки после четвертого курса мы решаем, актерская группа, мы решаем показываться, как бы пристреливаясь и пробуя свои силы, тем более, что год в запасе. И первый театр, куда мы звоним, это был Сатирикон. И сразу назначаем там показ, поскольку мы были очень самостоятельны, делали все сами, и договаривались обо всем сами, никто из педагогов не принимал участия в наших показах, в наших, как бы, протежировании нас. Этого не было. Протекции никакой не было? Никаких, никаких. Я не знаю, хорошо это или плохо, это не важно, это было так. Вот, и первый человек, который нас смотрит, это Райкин. И он вообще этим отличается, и это не было применимо только к нашему курсу, он вообще потрясающе смотрит. А если ему нравится, он смотрит просто... Влюбленный. Да. Он очень живой, он очень заразительный в своих реакциях. А у меня такого мэтра, конечно, который так, ну, покажите мне что-нибудь. Нет, он очень любопытный, интересный в общении, потом, после показа. И он в нас вселил, он отобрал огромное количество народу. Вот, а с нашего курса он назначает там на второй, грубо говоря, тур, показ худсовету, тоже человек шесть он отбирает. Вот, и говорит нам такую реплику, что у вас просто какой-то актерский супермаркет. Чем вселяет в нас какую-то бешеную уверенность. И такое ощущение собственной, ну, если не гениальности, но уверенности в чем-то хорошем. И потом в другие места нам было гораздо легче показываться. Вообще он сыграл большую роль. И уже после второго показа, так возвращаясь к разговору обо мне, после второго показа мне было предложено там работать. Я видела в этом театре два спектакля. Три. До поступления. Как бы до показа в театр. Три. Первый, это было давно-давно, еще будучи школьницей, я посмотрела служанки. Вот, что произвело на меня сильное впечатление. Но после служанок, уже будучи студенткой, я посмотрела рогоносца и превращение. И это, собственно, решило все, конечно. Я поняла, что я хочу там работать. И он мне сказал, ты будешь играть. Я обещаю тебе. И тем самым как бы взял на себя ответственность, и он, ну, выполняет свои обещания. Замечательно, очень красивая и счастливая картина. Да. А в программке перед спектаклем «Чайка» Юрий Бутусов пишет следующее. Люди, отдающие себя на службу театральному чудовищу, часто и незаслуженно бывают несчастны. Но, вероятно, они знают что-то, чего не знает никто. Ну, тут, наверное, стоит сказать, кому посвящен спектакль «Чайка» Валентине Караваевой. Кому интересно, может посмотреть об этой удивительной женщине с трагической судьбой и все, что его интересует. Но вот это театральное чудовище, где есть прекрасная страна и где есть ужасная страна. Вот что касается мук, крови, нервов, истерик, эта страна присутствует в вашей жизни? Конечно. Конечно. Ни один спектакль Юрия Бутусова, ну, например, ну, я его беру как частного режиссера, ну, первое, потому что он горячо мне любим, второе, просто потому что у меня большой опыт работы с ним и много сыгранных ролей в его спектаклях, и уж коль мы говорим о «Чайке», он, то есть с ним у меня вообще не было ни одной роли, рожденной нами совместно, ну, скажем так, легкой. Это, ну, сказать сложно, это тоже не сказать ничего, это всегда был ад кромешный, это было очень сложно, всегда я была в пограничном состоянии, чуть ли не ухода и разрыва, и это его установка, и он, наверное, в этом прав тоже, по-своему, потому что у него нельзя иначе, он считает, что только так, только через муки, только через очень мощный надлом себя в тебе что-то вскрывается, там, то, о чем ты даже сам не подозреваешь, какие-то резервы. Вот с другими это происходит по-другому, но я с ним спорю все время об этом, но он такой, и иначе быть нельзя, он считает, что великие, талантливые, красивые дети рождаются в муках, вот, но я думаю, что бывают и другие варианты. Ну, хорошо, вы сами сказали, дети, ваши дети, Машенька и Даниил, они, конечно, видели этот спектакль. Да, конечно. Так вот вы дочь актера, вы жена актера, внучка актеров, и что, и теперь мама актеров, что вы думаете по этому? Ну, мама еще я пока не актеров, все-таки, а студентов театральных вузов разных, Маша это Рати, это моя, альма-матер, а Данила это МХАТ, это альма-матер моего супруга Володи, вот так вот мы... Школа-студия Емировича Данченко. Да, и поэтому мама еще я, надеюсь, будущих актеров, пока рано об этом говорить, но внучка, жена и дочь, да, да, это правда, ну... Есть кому давать советы? Ну, это здорово, мне кажется, ну, то есть это так, в моей ситуации и в моей... нет никаких закономерностей, нет никаких, что мой... это мой путь, но вот у меня сложилось так, и я думаю, что он прекрасный. В качестве финала я тогда скажу, что вы номинированы, еще раз подчеркну, вы номинированы на национальную театральную премию «Золотая маска» именно за роль Нины Заречной, так что я желаю вам удачи, эти премии решают. Ну, я уж, поверьте, мне точно этого не ожидала, я... мы начали с этого наш разговор, что я даже в начале своего творческого пути не мечтала о Нине Заречной, но что я сейчас в своем возрасте далеко не Нина Заречной, при своей фактуре тоже далеко не Нина Заречной, ну, кажущейся по каким-то стандартам и стереотипам, ее сыграю, но это еще могло мне в каком-то, я не знаю, безумном сне присниться. Но что я за нее получу еще, например, премию «Золотая маска» и будет это как-то отмечено, люди... вот уж об этом я точно не мечтаю. Ну, в этом и прелесть театра-жизни. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Агриппина Стеклова сегодня в главной роли на телеканале «Культура». Низкий поклон за то, что провели время в такой замечательной компании. Спасибо. 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 Спасибо.